Народный трибун в Риме Вы узнаете, почему возникла необходимость проведения реформ, кто в Риме и какие реформы предлагал, и какое значение в истории они имели. Влияние завоевательных войн на римское общество После победы римлян в Пунических войнах сокровища Карфагена оказались в руках победителей, а большинство его жителей было обращено в рабство. С этого времени рабы выполняли основные работы в Риме. Ранее основным населением Италии были крестьяне. Рабский труд принес для многих из них полное разорение. Многие земледельцы потеряли свои наделы земли. При этом богатые римляне скупали земли и создавали огромные земельные хозяйства, в которых работали только рабы. Такие хозяйства постоянно нуждались в новых рабах, а для этого нужны были новые победоносные войны. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Земельные реформы братьев Гракхов Тиберий Гракх прославился своей храбростью при взятии Карфагена. Когда он возвратился на родину, то увидел работающих на полях рабов. Это поразило Тиберия. В то время римское войско состояло из людей, которые владели землей. Считалось, что именно они заинтересованы в защите Рима. Разорившиеся крестьяне уже не могли служить в армии. Что же будет, если земледельцы потеряют землю? Мать Гракхов Корнелия, дочь полководца Сципиона, гордилась своим отцом и мечтала о том, чтобы ее сыновья когда-нибудь сравнились с ним славой. Корнелия, взывая гордости сыновей, спрашивала их, когда же меня будут называть матерью Гракхов, а не дочерью Сципиона? В 133 году до н.э. Тиберий Гракх стал народным трибуном. Он предложил отнять у богатых граждан часть земель и раздать их неимущим. Но богатые римляне, прежде всего сенаторы, всеми силами старались остановить раздачу земельных владений, ведь они уже распоряжались лучшими участками государственных земель. Сторонники сената убили Тиберия Гракха. В 123 году до н.э. народным трибуном был выбран Гай Гракх. Он обещал продолжить политику своего брата. Чтобы привлечь народ, Гай приказал продавать хлеб бедным горожанам по самым низким ценам. Одновременно он приступил к созданию колоний на завоеванных территориях. Сюда могли переселиться бедные и безземельные римские граждане. Они получали пригодные для обработки участки. Римские граждане заселяли захваченные земли. Тем самым колонии укрепляли власть Рима. Реформы братьев Гракхов поддержали бедные граждане Рима. Зато сенаторы и богатые римляне были настроены против. Неоднократно дело доходило до вооруженных стычек между сторонниками и противниками реформ. В одном из таких столкновений погиб и Гай Гракх. Поставьте видео на паузу и начните в тетради заполнять таблицу. Военная реформа Гайя Мария Гракхам не удалось приостановить разорение земледельцев Италии. Бедняков по-прежнему было очень много. Остро стоял вопрос, кто будет служить в армии и защищать Рим. Эту задачу сумел решить консул Гай Мари. В 107 году до н.э. он провел военную реформу. Все граждане Рима, вне зависимости от их богатства и владения землей, теперь могли служить в армии. Служба длилась 16 лет. За это время солдаты становились профессионалами. На время службы они получали государственное оружие, а от своего полководца – плату. Чем больше военная добыча, тем больше плата. В конце службы легионерам на завоеванных территориях полагалась земля. В легионы Мария толпой пошли римские бедняки. Столетия армия Рима не будет знать поражений. Однако солдаты теперь воевали не только за Рим. Они зависели от своих полководцев больше, чем от государства. Именно полководец раздавал земельные участки ветеранам после завершения службы. Патриотизм в римской армии стал уступать место личной преданности солдат своему полководцу. Самого Мария, вопреки закону, семь раз избирали консулом. Такова была воля армии. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Подведем итоги. Увеличение количества рабов привело к разорению римских крестьян. Возникла угроза ослабления римской армии. Братья Гракхи старались сделать армию боеспособной, увеличивая количество собственников земли, но их не поддержали богатые граждане. Гаймари разрешил беднякам служить в армии, что способствовало укреплению римского государства. Для качественного усвоения темы и закрепления знаний рекомендуется прочитать параграф учебного пособия и выполнить задание. Также можно выполнить задание по QR-коду на планшете или мобильном телефоне. Продолжение следует...